здравствуйте дорогие друзья меня зовут александр компания world house pro и сегодня мы хотим рассказать вам о том что такое армирующий пояс или как его еще называют армопояс раскроем эту тему подробно объясним для чего он нужен и как его делать давайте начнем и так армопояс это конструкция из бетона и арматуры который делается по периметру всех несущих стен как правило в блочных домах из газобетона из керамоблока из кирпича из арболита ну и всех типов блоков делается он в основном между первым и вторым этажом и под опору кровли то есть уже поверху второго этажа ну либо если у вас одноэтажный дом то это только один армопояс который делается только под кровлю в первом случае когда мы делаем армопояс между первым и вторым этажом он выполняет функцию обвязывающей балки которая придает жесткость всем стенам первого этажа как правило стены например из газобетона достаточно хрупкие и при каких-то малейших деформациях могут пойти трещины особенно если например у вас пучинистый грунт где-то фундамент немножечко просел в этом случае обязательно пойдут трещины и когда мы обвязали все стены армопоясом он придает уже дополнительную жесткость и не даст пойти этой деформации как-то навредить как бы уже несущим стенам внутренним и наружным бывают случаи когда делают монолитное перекрытие можно заливать армопояс сразу вместе с перекрытием либо вообще его не делать так как сама плита будет тоже придавать жесткость но здесь уже нужно сделать делать расчеты нужно смотреть конкретный случай конкретный проект то есть в некоторых случаях плита не придаст той жесткости который даст армопояс то есть они все равно работают немножко по-разному в том случае если у вас межэтажное перекрытие деревянные то есть вы делаете его по деревянным лагом которые точечно давят на стены нужно обязательно делать армопояс потому что деревянные лаги крепить например к стенам из газобетона вообще некорректно то есть это крепление будет ненадежным и давить будет точечно на блок соответственно могут опять же в этих местах пойти трещины в этом случае делается армопояс который уже распределяет нагрузку деревянного перекрытия в том случае если вы перекрываете межэтажное перекрытие сборными железобетонными плитами также необходимо делать пояс потому что геометрия у сборных плит не всегда идеальная то есть они бывают немножко разной толщины опять же по-разному будут давить на стены и опять же может пойти деформация а когда у нас есть монолитный пояс который распределяет эту нагрузку то все эти деформации гасится и стена будет надежной во втором случае армопояс делается под опору стропильной системы то есть под опору маурлата на который уже крепится стропильные ноги когда мы опираем кровлю на наши стены то с кровли нагрузка как правило 9 действует распирающий и стены стремятся так скажем вывалиться наружу потому что у нас есть конек с которого вся нагрузка уходит в стороны в этом случае мы делаем обвязывающий армопояс по всему периметру и также по внутренними стенами крепим на него маурлат через шпильки или анкера и уже здесь в на себя всю эту распирающую нагрузку берет армопояс и передает уже четко вертикальный юг вниз то есть стены в этом случае минимально как бы деформируется от веса и от конструкции кровли иногда когда строят стены из керамического блока ну или там например крупноформатного или какого-то небольшого формата делают вместо армопояса кладку из трех четырех рядов полнотелого кирпича и на него уже заливают там монолитное перекрытие опирают кровлю в принципе такой вариант тоже возможен но он менее надежный но по трудозатратам и по стоимости материала в принципе что армопояс что кирпичная кладка одинаково то есть в этом случае мы конечно рекомендуем лучше делать армопояс потому что это цельная монолитная конструкция и она все равно работает лучше чем просто кладка из кирпича давайте попытаюсь объяснить как именно делать сам армопояс то есть начинается все с опалубки когда у вас уже полностью подняты стены на необходимую отметку нужно подготовить опалубку которая делается либо из доски обычно толщиной 25 40 миллиметров не больше либо из фанеры то есть можно использовать ламинированную фанеру можно использовать просто принципе обычную фанеру там ну желательно толщиной не менее там 18-20 миллиметров чтобы при заливке ее не выдавило когда вы подготовили щиты они делаются как правило где-то в среднем от ну 40 наверное до 50 сантиметров то есть учитывается высота самого армопояса там от 15 до 25 сантиметров и нужно еще сделать небольшой нахлёст который будет крепиться уже к торцу стены чтобы можно было закрепить сам щит вы подготовили щиты прикрепили их с помощью анкеров на стены выставили сами щиты в нужную отметку то есть в ту отметку по которой должен идти сам верх армопояса после этого подготовили арматурные каркасы ну либо параллельно например с работой по палубке вы готовить арматурный каркас который состоит как правило из четырех прутов рабочей арматуры класса а3 рифленый в среднем от 10 до 14 миллиметров и она обвязывается уже хомутами из арматуры в 8 8 миллиметров можно использовать гладкую арматуру можно использовать рифленую здесь уже кому как удобней то есть этот элемент хомута он просто ну конструктивным просто скрепляет между собой стержень и но не несет никакую нагрузку вы закладываете сами арматурные каркасы в опалубку и после этого нужно как-то закрепить саму опалубку по верху то есть чтобы ее в момент заливки не распёрла потому что только крепление с помощью анкеров может быть недостаточно раскрепить опалубку можно либо доской либо фанерой той же то есть нужно сделать сверху накладку прикрепить к щиту снаружи и прикрепить к щиту внутри соответственно придать жесткость второй вариант это сделать шпильки то есть насквозь просверлить саму опалубку закрутить на гайке соответственно тоже будет достаточно надежное крепление но в этом случае шпильки останутся внутри после заливки можно конечно применить еще специальные пвх трубки оставить их внутри останется отверстие нужно будет просто его потом заделать раствором и закрыть чтобы не было никаких продуваний никаких щелей еще очень важный момент про который ни в коем случае нельзя забывать это необходимость сделать термо вкладыш что это такое к примеру если ваша стена будет однослойная ну вы делаете ее например 400 миллиметров из газобетона в этом случае армопояс нужно делать 30 сантиметров и вот 10 сантиметров которые остаются снаружи стены нужно заполнять утеплителем ну как правило используют экструдированный пенополистирол либо обычный пенопласт ну просто он менее эффективнее но тоже можно его применять так как монолитный пояс имеет достаточно высокую теплопроводность он будет промерзать например зимой в мороз 400 стена из газобетона будет относительно теплый а вот армопояс будет промерзать но когда мы сделаем вкладыш из 100 миллиметров утеплителя мы это промерзание исключаем в том случае если ваша стена многослойная вы будете делать например потом утепление там фасадную штукатурку или облицовку кирпичом армопояс можно не утеплять потому что вы все равно потом поднимите утеплитель вверх и он перекроется вот этот момент ни в коем случае нельзя забывать потому что очень часто можно наблюдать дома которые стоят с открытым армопоясом который просто закрывается потом штукатурка и отделкой но это в корне неверно это очень серьезная проблема потом будет в плане теплотехники вашего дома после того как опалубка полностью готова и заармирован полностью каркас можно приступать к заливке армопояса заливать его можно ну двумя наверное основными способами это заливка заводским бетоном с помощью автобетона насоса либо мешать бетон на месте с помощью бетономешалки уже подавать его наверх и заливать разницы в общем то нету каким способом делать здесь нужно смотреть условия участка там возможно ли вам подъезд техники или нужно все-таки там месить заливать по месту но если вы делаете бетон по месту очень нужно обязательно хорошо проконтролировать качество до соотношение там песка цемента щебня чтобы бетон получился нормального качества не какой-то низкой марки то есть бетон для армопояса но минимум должен быть марки ну наверное b20 и выше там b20-25 наверно в среднем используют после того когда вы произвели заливку нужно выровнять уже верхние соответственно слой там ну либо кельмой либо шпателем чтобы получился ровно армопояс чтобы вы потом когда будете укладывать стены уже второго этажа на него ну соответственно могли беспрепятственно там ровно выложить первые ряды блока если поверхность армопояса получится кривая придется выравнивать первые слои раствора много это не совсем удобно да это дополнительный трудозатрат лучше сразу сделать качественно и ровно сам армопояс многие производители к примеру газобетона в своих технических указаниях к работе с материалом пишут что можно не использовать газобетон и опирать перекрытие например сборных плит сразу на блоки но стоит заметить что везде идет сноска рекомендации что это определяется все-таки проектом то есть бездумно прочитав инструкцию и применять именно без армопояса там кладку не совсем правильно потому что сама по себе стоимость армопояса до стоимость материалов работы она не очень большая относительно всей стоимости строительства и экономить на этом абсолютно нецелесообразно потому что армопояс повышает надежность ваших стен в разы если вы его не делаете вы берете все эти риски на себя и например когда вы уже поднимите полностью коробку вашего дома до кровли и пойдут какие-то трещины но по факту вы потратите гораздо больше денег на какие-то ремонты реконструкции ваших стен но с экономить при этом на армопоясе поэтому чтобы не рекомендовали производители нужно конечно же при проектировании обращать на это внимание учитывать все конструктивные особенности и рассчитывать нагрузки и понимать нужен действительно армопояс то есть большинстве случаев он конечно же в абсолютно целесообразен в использовании заключение можно сказать следующее армопояс конструкция достаточно необходимая и экономить на ней ни в коем случае нельзя надеемся из этого ролика вам было понятно как он делается и для чего он нужен если у вас есть какие-то вопросы можете задавать их в комментариях мы постараемся на них ответить и прокомментировать на сегодня это все с вами был александр компания ворхолс про всем пока